Всем привет, ребята! Меня зовут Джон Доу, и я поздравляю вас с наступившим новым 2019 годом! И в этот радостный день, ну я не знаю какой там день сейчас, но короче мы будем что делать? Мы будем веселиться, мы будем развлекаться и проходить праздничный контент, праздничные загребалы. Это получается бесплатное такое мини-дополнение для Hitman 1 новогоднее, оно исчезнет через какое-то время, ну получается там, скажем так, ничего особенного нет, разработчики так особо-то не парились, нам придется сейчас вернуться обратно в Париж. И убить двоих воров, которые воруют подарки, кроме того на локации находится Дед Мороз, который постоянно перемещается и скажем так, что сделает это прохождение очень рандомным, потому что мне сначала нужно будет поймать Деда Мороза, я хочу в него переодеться и уже будучи Дедом Морозом, я хочу уничтожить две те цели, которые уничтожить нужно. Кроме того, что вообще дают за прохождение этого праздничного контента? Если вы выполните все испытания, то вам откроется костюм Санта Клауса и это, скажем так, очень-очень непросто сделать, кроме того, время у вас ограничено. В январе этот контент выпиливают до следующего года, то есть в первой части такая же миссия была просто полностью идентична, я не понимаю, почему они не добавили новую миссию, видимо из-за нехватки бюджета. Вот, но они просто взяли, короче, и вернули, ну, прошлое задание. Что здесь нужно сделать? Уничтожить Гарри Смоки Бэк, что там, как его там звать-то? Хэри Смоки Багнато и Марв Слик Гонев. Инструктаж, давайте прочитаем. С праздником 47-й ты отправляешься в Париж, во Францию. Надо признаться, задание в этот раз немного необычное. Твои цели Гарри Дымок Багнато и Марв Скольский Гонев. Профессиональные воры в настоящий момент вламываются во дворец Валевская. Американцы по происхождению Багнато и Гонев были вынуждены покинуть страну после серии неудачных грабежей и связанных с этим жестоких преступлений, теперь живут в Париже. Нас наняло страховое агентство мирового класса, чтобы положить конец деятельности этих праздничных загребал, поскольку нашему клиенту она дорого обходится. Ты должен окончательно успокоить обоих воров. И еще кое-что 47-й. Во внутренних отчетах служба безопасности сообщается о странном звоне, раздающемся во дворце. Источник звука неизвестен. Возможно, его следует поискать. Определенно. Это не самый обычный контракт, но я знаю, что ты готов к сложностям. Удача 47-й. Вот такая вот история планирования. Давайте, что мы сейчас сделаем. В принципе, у нас все необходимое есть. Хотя, вы знаете, я кое-что, я бы, наверное, взял бы. Все-таки я взял бы кейс, потому что кейс это потрясающая вещь. Я прям очень благодарен разработчикам за то, что они действительно, скажем так, ну вернули, вернули всю эту тему. Потому что, ну это прекрасная, прекрасная вещь. Еще, наверное, я возьму отмычку, нам пригодится. Ну, опять же, скрытое оружие, хромированный возьму, смокинг пускай будет. Ну что, ребят, погнали. Здесь я, опять же, не буду озвучивать диалоги, потому что, скажем так, ну, они не имеют отношения к нашим целям. Это все связано именно с ангвином. Поэтому, ребята, ну, не буду я этого делать, так как, еще раз говорю, смысла в этом никакого нет. Оно не имеет отношения к нашему заданию. Может, как-нибудь я перепройду старые миссии, тогда я сделаю озвучку, потому что меня еще простили об этом в первом сезоне. К сожалению, ну, скажем, почти все серии были предзаписаны тогда уже. И прикол в том, что, ну, смысла там не было, там, дописывать, там, озвучку до двух последних серий, например, так как в предыдущих, ну, озвучки не было, то нахрен, как бы, добавлять уже в самом конце. Итак, да, немножечко Париж преобразился. Здесь поставили елочек, очень красиво так и празднично все выглядит. Но наша задача сейчас найти... Кого? Наша задача сейчас найти Деда Мороза, который появляется в рандомном абсолютном месте, и его поиски могут отнять реально дохренищу времени. Смотрите, ребят, слышите звон? Он где-то справа. Где-то здесь, где-то здесь должен быть Дед Мороз. И он, скорее всего, скоро исчезнет. Вот он! Да, ребята, просто волшебство какое-то, но я, опять же, здесь с ним сделать ничего не смог бы. Я знаю, что рано или поздно он появится... Знаете где? Он появится на кухне. Поэтому я думаю, что нам стоит, наверное, сразу туда отправиться. И поискать его там. Либо подождать его там. Но это займет, конечно, немало времени. Давай-ка все-таки, наверное, спустимся. Тут зона запретная. Да, здесь тоже все преобразилось. Очень красиво все сделано. Прям чувствуется такой, знаете, новогодний дух. Это классно. Где-то рядом. Опять же, придется действовать постоянно по стелсу, ребят, потому что Деда Мороза... Деда Морозу хода здесь нигде нет, ребят. Сразу вам говорю. Придется вот именно проходить все вот... Полностью все по стелсу. Не обращайте внимания на то, что у меня открываются... Открываются... Ну, там всякие вот эти вот плюхи, там, за которые опыт дают. Это все связано с тем, что... Это по сути... Короче, я сейчас вам расскажу одну вещь, которую вы, скорее всего, не знали. Ну, обладатели Hitman 2 на... PlayStation 4. Короче, смотрите, ребят. Какая там интересная история есть. Если вы... Вас терзают смутные сомнения касательно того, каким образом... Каким образом... Сделать так, чтобы первая часть перекочевала во вторую часть, то вне зависимости от того, у вас дисковое издание, или вы купили... Игру в цифре, просто что делаете? Переходите, значит... В первую игру, то есть запускайте первую игру, то есть полное издание запускайте. И что делаете? Там у вас появится в одном из меню активировать годовой абонемент... Ну, типа, годовой абонемент, или там старый пакет, не помню, как называется. Короче, прям меню будет отдельное. И вас перекинет в PlayStation Store. После чего, все, что вам нужно сделать, это скачать пакет наследия для второй части. И... Пакет наследия для второй части. И после этого вы можете спокойно играть в Hitman 1... В Hitman 2. Как бы это странно ни звучало. Мистии там будут обновлены, все новые механики перенесутся, опять же, в старые локации, то есть можно растворяться в толпе и так далее, и так далее. Поняли, да? Слушай, ну где-то рядом. Он прям где-то рядом, я не могу его найти. Он должен быть где-то рядом, ребята. Быть. Вот он где-то справа, и вот где-то вот там, мне кажется, нет? Вот он прям совсем рядом. Он либо надо мной, либо я даже не знаю. Черт. Так, дружище. Давай-ка ты свалишь нахрен. Я, наверное, сейчас замаски... О, черт! Все пошло не по плану, черт! Давай-ка быстренько, быстренько тело прячем. Че за нахер? Ну, по крайней мере, у нас появилась экипировка. Это вот неплохо. Смотри, давай быстрее. Переодеваемся. Все, меня теперь точно не узнают. Охренеть, ребята! Вот это я попался. Только начал. И видите, в поиске Деда Мороза все пошло не так. К этому подготовиться абсолютно никак нельзя. Просто никак. Так, давай-ка тебя тоже спрячем. Да, друг мой, ну. Он рядом. Он прям здесь. Пускай это тело лежит здесь. Берем пистолет. У нас где-то должен быть здесь вот кейс. Дедушка Мороз. Борода из ваты. Ты подарки мне принес? Так, подожди. Это слишком, слишком. Это слишком. Где же он может быть? Он где-то, по идее, наверное, здесь был. Он после себя оставляет, ребята, подарки. Где-то, где-то здесь он. Справа где-то. Кухня в подвале. Сейчас еще и опыта подкоплю, блин. За открытие, скажем так, новых мест на этой локации. Вот опять же, где-то, где-то вот оттуда звуки идут. Я не могу понять. Вот я тоже первый раз, когда я вот это проходил все дела, я очень долго его искал. Это непростое занятие, скажу я вам. Стоп. Он рядом. Вон он. Есть, 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 получилось. Получилось. Охренеть. Ура. Теперь я Дедушка Мороз. Ха-ха-ха-ха. Ну что вы. Давай-ка мы спрячем его. Куда-нибудь, куда-нибудь. А где-нибудь здесь был сундук? Теперь я Дед Мороз. И теперь мы будем убивать наши цели. Нужно как-то по-интересному это сделать. Честно говоря, даже не знаю как. Надо проследить, конечно, за их перемещением. Но в чем у нас проблема, ребят? То, что нас везде парят, поэтому придется искать очень интересные пути, скажем так. И слушай, знаешь, что, наверное, еще сделаем? Хотя, наверное, делать этого не будем. Или спрячем тело все-таки, дадут больше очков. Где там мы вырубили официанта? Точно не здесь. А вот здесь где-то, да? Нет? Да? Нет? Да? Угу. И там у нас, получается, ребята, два этих. Поэтому лучше рисковать не будем. Там два повара. Смотрите, где у нас цели? Давайте мы сейчас быстренько это дело все прочекаем. А, стоп, это запретная зона? Первая цель у нас на втором этаже. Они воруют. Они воруют предметы, ребята. И рано или поздно все предметы они могут похитить. Стоп, че-че-че-че-че-че? Там охрана. Стоп, куда это мы тут поднимаемся? Сначала мы давайте заберем то, что у нас в кейсе. Уточку я забрал. Она нам точно пригодится. Может быть, я заминирую один из подарков. Мы ему подорвем этого скота. На Новый год он плохо себя вел, поэтому плохим мальчикам плохие подарки. Стоп, стоп. Сейчас смотри, что мы сделаем. Он на втором этаже. Мы можем, в принципе, здесь вот таким вот образом подняться даже на третий. Одна из целей, кстати, на третьем этаже. И там мы сможем сейчас ее немножечко порешать, наверное. Давай-ка повиснем. И где-нибудь, где-нибудь, вот он сюда. Он прямо вот в эту сторону идет. Понимаете? Он прямо рядышком. И поэтому можно сделать будет красиво на его пути положить уточку. И она кря-кря. И типа и все. Он спускается вниз. Что-то он там уже украл, сука такая. Так, понятно. И вот он прямо рядом со мной, ребят. Он прямо вот здесь. И я мог бы взять его за жопу. Но не получится. Не получится. Вот он прямо здесь. И он валит еще ниже, я так понимаю, да? Хреново. Скажу я вам, товарищи. Как они вообще перемещаются? Они, получается... Он стоит сейчас на улице. С другой стороны здания. Вот тот, который там вот выделывается что-то. Там я и могу его поймать. Но у нас проблема заключается в том, ребята, что... Проблема в том заключается, что... Там много людей. Мы его просто не убьем. Вот, получается, и тот спустился на первый этаж. Замечательно. И нахрена я поднимался на второй? Конечно, рано или поздно они опять поднимутся. Рано или поздно они опять сюда поднимутся. И я могу их там, скажем так, перехватить. Черт, даже не знаю, как это провернуть. Вот честно. Теряюсь в догадках. Блин. Просто теряюсь в догадках, ребята. Смотри, вот здесь мы тоже сможем подняться на третий этаж. Но опять же, надо оно нам или нет? Вот и я не знаю. Ну давай попробуем. Может быть, там как-то можно все это дело осмотреть. Было бы неплохо. Давай, дедушка, сорок седьмой. А то мы что-то уже с нашими подарочками начинаем запаздывать. Опа, смотрите, подарок. Ага, и тут у нас получается еще и охранник. Открыть. Рождественская звезда. Ух ты, круто как. Смотри, он получается тут не один. Но можно его вырубить, потому что... Ну, что потому что? Потому что... Он нам будет мешать. Туда аукцион. Я прям на аукционе вырубил охранника. Охренеть. Черт. Я надеюсь, сюда никто не выйдет. Так, друг мой. Ты себя очень плохо вел в этом году, поэтому ты получил гаечным ключом. Теперь, подожди-ка. Что, что у нас еще есть? Там они вдвоем что-то тусуются. И вообще можно было бы на самом деле, наверное, двоих зайцев одним выстрелом убить, да? Черт, короче, что-то стрёмно как-то. Давай сюда, полезли. Если тело найдут это, то хрен с ним. Я, типа, тут вообще не при делах. Меня никто не видел. Тем более, кто подумает на Санта-Клауза, да? Так, так, так. Давай сюда. Вот, все, стоять. Они что-то сейчас будут мутить, и по ходу дела они поднимаются наверх. Да? О-о, неа, туда мы не идем. Неа, обратно. Они поднимаются. Черт, быстрее, быстрее, быстрее. Опять же, да, они поднимаются, ребята. Он внизу один. Вот он. И второй рядом с ним, что ли? Они вдвоем куда-то идут. Эта отличная позиция была бы для хорошего, четкого выстрела в голову и снайперской винтовки. Слушайте. Но я положил уточку. Я положил уточку. А уточка делает кря-кря. Ха-а-а. О, красотень. Класс. Не зря я сюда поднялся. Хоть посмотрим, ребята, на фейерверк. Черт. Быстрее. Нихрена себе, чуть не спалился. Ну, очень красиво, конечно, да? Йо-хо-хо. Спустимся на этаж пониже. Красотень. Только мне вот почему-то кажется, что в оригинале все-таки, ну, я имею в виду в первой части, салют был потрясевее. Так-то? О, Санглин. Можно его убить. А, заодно. Давай, знаешь, что я сделаю? Наверное, избавимся от одного... Этого паренька. Я, короче, сейчас закрою дверь. Охрана идет сюда? Нет, охрана сюда не идет. И нам нужно спрятать тело. Сначала тело нужно вырубить, а потом спрятать. Чтобы он просто не мешался, потому что мне кажется, что рано или поздно преступники вернутся на второй этаж. И будут что-то здесь искать. И я смогу их здесь подловить. Все, вроде салют закончился, к сожалению, к великому. И наши цели уже идут сюда. Ха-ха-ха. Итак, первому плохому мальчишке прилетает уточка. Уточка. Кря-кря. Оу-у-у. Черт. Ты был очень плохим мальчиком. Ха-ха. Первая цель, ребята, уничтожена. Очень нестандартным способом. Но, смотрите, у нас есть вторая еще цель. И она идет куда-то вот туда. Стоять. Тут охрана, тут охрана. Нет, 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 нет. Куда пошла вторая цель? Куда-то она пока что заныкала. Сейчас, по идее, спадет алерт. И все будет нормально. Да, бабахнуло, конечно, так довольно серьезно, ребята. Утки детям не игрушка, как говорится, да? А теперь давай сейчас левее. Дедушка-маньяк вышел на охоту. Теперь смотри, у нас вот там он. Вот там. Он прячется. Надо понять, где это происходит. Где он это делает? Понятное дело, все, он вроде как уже успокоился. Меня здесь, надеюсь, никто не увидит. Надеюсь, что нет. Давай сюда. Давай сюда. Смотри, внизу уже охрана, поэтому надо быть аккуратным. Тут я смогу, в принципе, подняться еще выше. И наша цель находится вот там. И он, понимаете, среди людей. Я не хочу убивать лишних, поэтому, ну, в смысле, убивать, имею в виду, не лишних, а посторонних, невинных людей. Хотя, не факт, что они там все невинные. Эти нарколыги несчастные. Так вот, давай, давай быстрее сюда. Бедный Дедушка Мороз, он, смотрите, у него он уже вспотел, бедный. Нифига себе, ребят, слушайте, тут реально можно вспотеть, что ли? Охренеть, я такого ни разу не видел. Это либо во второй части добавили, либо это что-то я гоню. Хотя, вполне возможно, 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 что гоню я. Я могу залезть сюда. Вот только нахрена вопрос, вот что он заключается. Смотрите, цель наша находится вот здесь. И куда она сейчас поднимется, мне интересно, на ком этаже эта тварь работает. Какая тварь, фу ты, внучочек, который должен получить подарочек. Что это я так грубо-то разговариваю с людьми-то? Он продолжает там тупить, но я ничего с ним там сделать не смогу, поэтому давайте постоим тоже, потупим, посмотрим на прекрасные виды. Парижские. Не, конечно, Хитман просто классная игра, безумно. Вот вторая часть, вот несмотря на неуловимые цели, ребята, и несмотря на то, что, в принципе, в, скажем так, финишной черте, я, ну, это вторая миссия сюжетная, я показал не самые красивые убийства. Поверьте, ребят, мне на слово, там убийства реально прекрасные. То есть, я просто хотел показать максимальное количество взаимодействий, хотел раскрыть все цели, вот, поэтому мне пришлось пожертвовать красивыми убийствами. Хотя, да, я понимаю, что отчасти, с одной стороны, с моей стороны, это было неправильно. Почему? Потому что, все-таки, ну, Хитман это про убийства, про красивые убийства. Вот, и оставлять, скажем так, людей без этого всего добра, ну, это не самый лучший вариант. Но, просто, если я не покажу все это взаимодействие прикольное, которое есть в этой игре, то никто просто не покажет, и вы этого не увидите. Особенно те люди, которым, в принципе, не нравится Хитман, ну, которые не нравятся, которым играть. Я знаю, что есть люди, которые не очень любят жанр стелс. В принципе, не любят они его, но им нравится смотреть. Например, есть куча людей, которые смотрели у меня Metal Gear, будучи, скажем так, не фанатами вообще жанра стелс. Им просто был интересен сюжет, интересно было вот со стороны посмотреть, как я все это дело прохожу. Вот. Так, ну, ты вроде себя неплохо вел, поэтому, ну, не сильно получаешь по башке. Так, он вроде там стоит пока, да? Поворачиваться он не собирается, поэтому я тащу тело сюда. Все, сейчас ждем, ребят, прячемся вот сюда. Готовимся к броску. Я просто освободил, ребята, здесь, скажем так. Ну, освободил, точнее, не освободил, а что я сделал? Убрал лишних свидетелей. Вот он здесь, он прямо надо мной. Если бы он сходил сюда, и я бы... Лом отсутствует, а я могу это как-то выстрелить сюда, и все будет гуд, правильно? Смотри, цель идет сюда, но, опять же, я... Нифига не получится. Я могу его, в принципе, грохнуть точным выстрелом, но... Это будет не так круто. Угу. Он продолжает ходить по одному и тому же маршруту. Он ходит по... Ну, вы поняли, да? Посмотреть, как самолеты садятся. О, еще тоже сюда елочку поставили, прикольно. Значит, может, нам стоит все-таки спуститься? Сейчас давай глянем, куда он пойдет. Если он опять вернется на этот же маршрут, то, значит, мы будем спускаться. И, ну, что-то там уже мутить. Да, он возвращается, ребят, на один и тот же маршрут. Значит, получается, ищем сейчас какой-то способ спуститься. Но в любом случае, ребят, мы, получается... Посмотрите, мы сюда залезли, ну, не просто так. Мы здесь взяли ключи. То есть, получается, ну, не впустую потратили время. Сможем на катере отсюда свалить. Только вот проблема в чем заключается? Тут сейчас будет очень сложно спуститься. Ну-ка, давай сделаем это с другой стороны тогда. Давай вот так. Спрыгиваем. Сейчас вот здесь вот залезем сразу сюда наверх. И мы просто с другой стороны сейчас пройдем. Иначе там придется реально пол локации опять ползти. А это не самый лучший вариант, мне кажется. Тут вроде никого нет. Вроде бы нет. В таком случае давай сюда. У меня есть отмычка. Поэтому я смогу спокойно сюда пройти. Ага. У нас тут охрана. А-а-а. Что ж такое-то? Сегодня просто дедушка Маз... Мазай. Ха-ха. Дедушка Мазай. Да, раздают только всем... Всем ключи. Но не от автомобиля, еб твою, за ногу. Потому что я не Якубович. Подожди. Вот что-то еще здесь есть. Открыть. Это что такое? Рождественский подарок, бомба. Друг, тебе повезло. Это просто какое-то рождественское чудо произошло. Тебя не задавила люстра. Я тебя поздравляю с этим прекрасным событием. Я пришел куда-то, куда-то непонятно куда. Он по-прежнему там писюхать ходит, да? Ой, какой писюхать? Смотрите, как самолеты садятся. Да? Что-то тут нигде нет трубы, где можно было бы слезть. Что-то херня какой-то. Париж сломанный. Что-то такая музыка экшоновая, будто бы меня заметили. Но если бы меня заметили, то там появилась бы новая плашечка. Правильно? Стой, куда ты лезешь? Куда ты лезешь? Стой. Дедушка Мороз, борода из ваты. Что ж такое-то? Тут вообще что ли нигде, я так понимаю, нет этого спуска. Какой-то форточник у нас тут получается, а не хитман. Ножницы я забираю. Они тоже могут пригодиться. И совсем нет для стрижки. Смотри, опять же, здесь нет ни одной трубы. Хорошо. Ну, лестницу-то мы найдем какую-нибудь там запасную. А то я как дурак тут бегаю туда-сюда. Ага, это тот, получается, кого я вырубил. Точнее, того, кого вырубил мой прекрасный гаечный ключ. Какая красота, да, ребята? Классные шарики такие. Вот домой все такие. Повесить было бы прикольно. Так, товарищ. А, там еще один охранник. И получается, я хер спущусь. Либо... Нет, 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 нет. Не иди сюда, не иди сюда, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста. Здрасте. Извините, все. Понятно. Извините, пожалуйста, я больше так не буду. На Дедушка Мороза вы же не будете обижаться, правильно? Ну, там, подумаешь, пару человек... Нет, я поздравил парочку ваших ребят, как бы, но... Они, я думаю, точно запомнят это на всю свою жизнь. Я думаю, даже повезло, представляешь, там произошло. Настоящее рождественское чудо. На него люстра не упала. Рядом с ним. Вообще, спасибо, спасибо, друг, что ты так просто добродушен ко мне. Спасибо большое, всего доброго, до свидания, с Новым Годом. Идите в жопу. А теперь... Нам нужно добраться до Сукуна. В смысле, до того человека, который постоянно... У него недержание. Сделаем обрезание. Господи, что я говорю? Перестань, Дмитрий, перестань, ты же ничего не пил. Вот. Он сейчас опять тут потупит, повыделывается. И нужно куда-нибудь его заманить, ребята, и где-то провернуть это самое убийство. О! А-а-а! Ты это что здесь забыл, хипстер? Ты себя в зеркало-то видел? А? Ты это сказал Деду Морозу, ты уверен? Конечно, тебя это будет вморозить. Да что ж такое? Ты своего дружка, что ли, ждал? Эх, вы! Тут девок полно, а они тут, понимаешь, занимаются всяким непотребством. Эм. Вот он курит, смотри. А что делает? Как его убить? А-а-а! Ну, это получается, если я раскручу эту херню, да? То это все заметят, и он когда будет курить, все нахер взорвется. И ничем хорошим это... О, Снегурка! Снегурка, куда ты пошла? Стой! Прогульщица, работу прогуливает. Вот он, получается, он бухает, он стоит, курит и идет сюда, ну, писюхать. Отвертка отсутствует. А-а-а! Отверточку, и он когда будет идти писюхать, его током убьет. Прекрасная идея! Прекрасная идея! Только я надеюсь, что меня никто не спалит во время этого действия. Сначала бы надо, конечно, найти отверточку. О, есть она, вот она! Да, ребята, да-да-да-да-да-да. Все, пока что получается. Фонтан трех львов. У меня еще одна прекрасная идея есть. Хотя нет, она не сработает. Она не сработает, ребята. Я хотел еще поставить в лужу, получается, вот эту вот канистру, и тогда бы она еще взорвалась бы. У нас прям такой прям взрыв красивый был бы. Ну ладно, это точно не сработает, поэтому... Давайте поковыряемся отверткой в розетке. Ну, по идее, это как-то можно сделать, чтобы меня никто не спалил, правильно? Ой! Итак, ребята, я на месте. Я все провернул точно так же. Давай сейчас быстренько кое-что сделаем. Вот так вот. Оп! Я поковыряюсь в розетке. В этот раз я все отключил. Теперь нам осталось дождаться, ребята, вот того паренька. Осталось дождаться того паренька. И... Что мы будем делать? Будем его мочить. Он пойдет мочиться, а потом я его замочу. Получилось как-то не очень красиво. В первый раз то, что я, блин, умер. Друг, ты куда? Ты сюда идешь? Нет? Скорее всего, придется какое-то время, ребята, подождать, так как я в этот раз все сделал гораздо быстрее, чем, скажем так, запустили салют в небо. Поэтому, видимо, нужно будет дождаться сначала салюта, а потом только он вернется на эту позицию, и будет что сделать? И будет тут туда-сюда ходить, и рано или поздно он наступит на эту лужу, и рано или поздно я нажму на этот выключатель. И все закончится для него плачевно. Вот. Жалко, что я тупанул вот с этой вот розеткой. Я что-то тоже сижу, уже ковыряю отверткой, думаю, блин, а вырубил ли я электричество? И как выяснено, нет, нихрена я не вырубил. Поэтому пришлось аж перепроходить несколько раз подряд, потому что все предыдущие разы, ребята, я попадался, так как торопился, мне не хотелось ждать салюта. Вот. Но, блин, я уже не знаю, какая это попытка. Но в этот раз все пока что прошло нормально. Тревоги подняты не было. Первую цель я загасил, теперь осталось дождаться только вторую. Но в любом случае, пофигу, эта серия новогодняя. Тут миссия такая ни о чем, скажем честно. Главная задача, это, по-моему, было развлечься после Нового года. И, по-моему, это как раз таки... С этой задачей, по крайней мере, мы точно с вами справились вместе. По-моему, было весело, несмотря на все эти казусы, которые возникали. Вот. Теперь осталось только все это закончить уже. Окончательно и бесповоротно. Я знаю, я знаю. И, блин, когда ж, сука, запустят этот фейерверк? Ладно, ребят, давайте еще сделаем... Давайте еще сделаем. Я сейчас, наверное, мотану до того момента, пока... Скажем так, ну, все это дело не произойдет. Хорошо? Иначе мы будем ждать с вами, ребята, очень-очень-очень долго. Ребят, он вышел. Может быть, сейчас я смогу его подловить. И мы с вами уедем на катере. Ага, уехали. Мне, конечно, можно провернуть другое убийство. Да? Ну, хотелось бы, чтобы его током шибануло. Это довольно забавно, мне кажется. Не думаю, что нечто подобное есть в подвале. Давай-ка проследуем пока что за ним. Посмотрим, чем он занимается тут. О, как интересно. Он выложил все, что наворовал. И, по идее, здесь они должны были встретиться с напарником. Я прав? Это интересно. А что он там нашел? Ну-ка. Сюрикен. Боевой топор. Игрушечный танк. Пушечное ядро. Абрикос. Кокос. Я так понял, что он ходил и собирал эти самые подарки. Ха. Это забавно. Это реально забавно. Ладно, давайте-ка мы этот топор выкинем. Иначе мы просто спалимся. Иначе мы просто спалимся. Там, короче, есть испытания. И что нужно сделать? Нужно найти все подарки до того, как это сделают эти два вора. И, ну, просто, типа, получите очки опыта за это. Если выполните все, то получите, там, все задания, все испытания, то получите, я уже говорил. Костюм Санта, он останется у вас навсегда. И вы можете выбрать его в любой момент в итоге. Ладно, ждем, ребят, пока, пока все остальное произойдет. А, по-моему, он идет сюда, нет? Да, он идет сюда. Может быть, сейчас это и случится. Он пойдет вот сюда. И когда будет возвращаться уже, я включу электричество. Или сделать это прямо сейчас. Сюда вроде больше никто не ходит. Он должен попить вина и пойти в туалет. Главное самому не наступить, иначе будет обидно. Ну же, давай, дружище, ну. Что ж ты это? Он идет куда? Он идет пить вино, правильно? Он идет пить вино. Все верно. И сейчас, по идее, следующее действие, это туалет. Ну же. Я уже не могу. Я уже реально здесь сижу дохерищу времени, ребята. Серия получилась так-то в целом короткая. Ну, поверьте, я здесь провел очень-очень-очень много времени. Есть? Ну? Давай. Ха-ха-ха. Класс. Получилось. Наконец-таки, блин, столько времени, и у меня наконец-таки все получилось. Это победа, товарищи. Это победа. Я предлагаю, что сделать? Я предлагаю, наверное, выйти вот отсюда. Тут, по идее, нет ни одного охранника пока что. Так что я могу там через машины вот так вот выйти сразу к выходу. Уйдем, ребята, в костюме Деда Мороза. Давай, тихонечко, тихонечко. Сюда. Давай, давай. А, подожди, стоять. Че-то я размечтался. Тут я не выйду, ребят. Придется идти через зал. Эти ребята меня не спалят, потому что они не охранники. Ага, подожди, стой. Нет, не увидят, давайте. Аккуратно. Пройдем как-нибудь вот тут, я думаю. Выхода здесь не видать. Придется еще вот туда залезть. Сейчас, секундочку. Нет, там охрана. Что ж такое? Теперь еще выход будет сложно найти. Ну, выпустите же Дедушку Мороза-то, ебку вашу за ногу. Он такие всем подарки раздал-то хорошие. А, все, вот выход. Все, ребят. Здесь мы уже в безопасности можем ходить туда, куда хотим. Вот, ребята, все. Наконец-таки. Это победа. Это победа, ребята. Просидел очень долго, хотя сама по себе миссия очень-очень простая. Очень простая, но если бы, опять же, я сразу бы шел к целям и мочил бы их, пока они там не успели совершить все свои действия, то, ну, это закончилось бы слишком быстро, поэтому немножко повеселились с вами. Уходим. Миссия сама по себе очень так себе, но... Ну, поржать можно, скажем так. Поржать можно. Я надеюсь, что это задание подняло вам настроение, ребята. Итого, хорошо. Ну, получается, да, у меня 4 звезды ранг, но не дали бесшумного убийцу, потому что, ну, спалили последнее тело, последнего убитого. Для бесшумного убийцы, по-моему, нужно, по-моему, нужно, чтобы тела убитых вообще найдены не были, если я ничего не путаю. Ну, я уже 39-го уровня, капец. Ну, все, ребят, на этом все. Я надеюсь, вам эта серия понравилась. Да, она такая себе была, как и... Да, она такая себе была, на самом деле. Ну, надеюсь, она подняла вам настроение, по крайней мере, в эти праздничные дни. Все, ребят, спасибо, что смотрели. Не забывайте тыкать большие пальцы вверх, комментировать. Подписывайтесь также на канал, на Google+, и Twitter там. Вся информация, новости канала еще там на соцсети, на Telegram подписывайтесь, на Facebook. В общем, подписывайтесь еще на Twitch, там проходят трансляции. На дополнительный канал там выкладываются записи трансляции, если вы их пропустили. Ну, а на сегодня все. Давайте, ребята, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok